Ребятки, всем большой привет! Сегодня наконец-то снимаю долгожданное для всех видео о покупках из Икеи. Буквально в прошлом видео я показывала вам то, как мы были в Икеа, как мы ездили в Новосибирск, потому что в нашем городе Икеи, к сожалению, нет. Мы периодически, когда выпадает возможность, частенько приезжаем в Новосибирск именно для того, чтобы сходить в Икею, потому что ну уж очень-то много интересного, чего вот в нашем городе, в других магазинах, конечно, не найти. Я решила, что раз уж видео такое о покупках для дома, то и обстановка будет такая домашняя, расслабленная. Но давайте, прежде чем вы увидите именно то, что я купила, я вам хочу рассказать вообще, что я просто восхищаюсь теми маркетологами, теми профессиональными людьми, которые работают в Икеи, в том плане, что как же они лихо вообще здорово могут раскрутить людей на какие-то покупки. Я вот, честно говоря, когда еду в Икею, я планирую купить одно, но в итоге я выхожу с корзиной там, которая просто доверху забита какими-то мелочами, и потом в итоге оказывается не совсем-то и нужными мелочами. Поэтому в этот раз я решила, что моя поездка должна быть как можно более осмысленная, чтобы не накупить ничего лишнего, потому что когда ты идешь по магазину, невольно просто рука тянется купить что-нибудь, ты видишь этот товар, который несколько раз повторяется, и как он по-разному встречается, допустим, в интерьере, когда оформлены вот эти прям такие типа комнаты, такие жилые помещения, то есть ты можешь это все трогать, можешь постоять и подумать, будет ли это смотреться у тебя в интерьере. Ну, в общем, конечно, проработано все до мелочей, проработано идеально. Я в этот раз поняла, что как-то нужно подойти осмысленно к поездке в Икею, и когда муж мне сказал, что мы поедем, я села вечером и подумала, что конкретно мне нужно купить. И я знала точно, что мне нужно купить штор, потому что у меня сейчас нет на окнах штор. Кстати, по освещению, наверное, это заметно, я такая сижу вся беленькая. Вот, и как бы кроме штор, я думала, конечно, что я куплю еще что-нибудь. Я понимала, что я не ограничусь там исключительно шторами, и все. Ну, давайте я вам покажу покупки, которые я сделала в этот раз. Конечно, не обошлось без каких-то там приятных мелочей помимо списка, но тем не менее, мне кажется, я вообще справилась, я с собой очень горжусь. Так что пойдемте посмотрим. Так, ну что, здесь у нас легендарная синяя шуршащая сумка, которая лежит в моей покупке, потому что я их еще не разбирала. Вот, буквально снимаю для вас видео, и потом начну там все расставлять и развешивать. Но сначала хочу вам показать вот такую штуку. Это я купила для своей племянницы. Это, знаете, я даже не знаю толком, как это называется. Это такая подставка, она просто стоит на полу, и на нее уже потом вы свешиваете одежду на плечиках. Такой гардероб, который никуда не прячется, а вот стоит так посреди комнаты. Моя племянница попросила купить такую вот штучку. Ну вот, купила ей, будет пользоваться. Еще одной племяннице я купила контейнер для хранения пакетов. Ну, я думаю, все с ним знакомы, да, вот сюда вот вы просто складываете, складываете, так сминаете пакеты, и потом из любой дырочки, в принципе, вы можете достать пакетик. Вам будет удобно, там хоть откуда его вытащить, посмотреть, какой вам нужен. Она куда-то крепится к столу, к стене. И вот это крепление для штор, карниз, или как это по-другому назвать, я даже не знаю. Их у нас два, они белые. У нас будет два комплекта штор, которые будут вешаться на вот эти разные карнизы. А также набор вот таких всяких приспособлений. Я думаю, вы знаете, что в Икее для тех, кто в танке, есть очень подробные схемы, как правильно вот этот карниз собрать, что для него нужно купить. Это вот заглушки по бокам, карнизы, которые будут стоять. Ну, в общем, там все абсолютно, все-все-все подробно, все доступно. Наконец-то купила я шторы. Посмотрите, здесь два комплекта. Эти шторы бирюзовые с коричневым. Ну, во-первых, у меня диван вот такой, видите, бирюзовый с коричневым. Мне кажется, эти шторы, ну, как нельзя кстати, вообще подойдут. Это не слишком плотные портьеры, они такие тоненькие, просто они, ну, как бы темные. И бирюзовая стена у меня еще одна в комнате, поэтому это вот с этим, как бы у меня, знаете, намеком. И вот такие еще одни, они мне, если честно, напоминают нашу кирпичную стену, вот, которую мы сделали. Я думаю, что как-то будут они перекликаться, вот эти шторы и стена. Надеюсь, что будет хорошо, надеюсь, что будет красиво. В общем, когда я это все сделаю, когда все это оформлю, когда все повешаю, обязательно вам покажу полную картину. Ну, пока что вот так. И я купила, кстати, впервые увидела это в Икеа, как-то раньше проходила мимо. Такая лента клеевая, которой можно изменить длину штор, потому что просто вы ее кладете, проглаживаете утюгом. И они как бы так подклеиваются, и не нужно там нести в ателье подшивать, либо дома заморачиваться с этим, потому что вот я лично не швеяю, у меня нет машинки. Поэтому я попробую, не знаю, как это работает, я попробую. Если мне не понравится, я, в принципе, отнесу в ателье, ничего страшного нет, но решила рискнуть и попробовать. Коробочная тема мне всегда интересна, поэтому в этот раз я купила себе две коробочки. Они вот такие узенькие, где бы вам показать-то получше. Вот, видите, маленькие, узенькие, прям совсем коробочки. Ну, я уже знаю, для чего они мне нужны, я уже знаю, куда я их поставлю, поэтому, да, всегда покупаю такие коробки. И, кстати, они у меня всегда задействованы. И купила себе вот такую штуку, это вообще-то рамка для фотографий. Но, поскольку она вот такая, видите, очень-очень глубокая, здесь она, видите, такая глубокая как бы, я хочу сделать из нее ключницу. Я уже знаю как, я уже придумала как, я уже, в принципе, купила все, что нужно для того, чтобы ее сделать. Кстати, если хотите, я сниму видео, как я буду это делать. Ну, в общем, да, мне нужна ключница, потому что у нас ключи как-то все валяются, где попало. Проблема вечно с тем, чтобы их найти. Всегда покупаем в Икеа батарейки, и они действительно долго служат. Вот, правда, там не хуже, чем энерджайзер, или там, что какие там сейчас такие самые сильные. Ну, то есть, у нас всегда есть в запасе. Дальше купили сыну маркеры. Ну, раз уж вскоре 1 сентября, и раз уж тема канцелярии сейчас, знаете, такая стоит остро, поэтому мы взяли ему вот такие маркеры. И я себе купила вот такую штуку, я вам ее уже показывала во влоге. Это, вообще-то, подставка под свечу, то есть, это подсвечник. Но я почему-то себе это представила в качестве такой подставочки для хранения колец, потому что, когда я снимаю кольца на ночь, я их куда-то кладу, мне кажется, что я там могу потерять, что-то уронить, и вообще, мне кажется, это будет на туалетном столике неплохо смотреться. Но, честно скажу, муж меня обсмеял, потому что он говорит, это больше похоже на пепельницу. Такое ощущение, что ты куришь в постели, потому что рядом на тубочке будет стоять вот такая штука. Давайте сейчас по кухонной тематике быстренько пробежимся. Купила я себе такой набор для перца и для соли. Где тут дырочки-то? Соль и перец. Ну, в общем, у меня нет ничего такого интересного и симпатичного. Все уже какое-то старое, замызганное, поэтому я решила обновить. Мне очень нравится, как-то так лаконично, красиво. Купила себе деревянную досточку. Это, по-моему, бамбуковая доска, насколько я помню. Ну, в общем, да, доски, как бы, они всегда нужны на кухне, поэтому без вопросов. Купила себе вот такой коврик, такая салфетка, коврик для еды, подставка под горячее. Ну, в общем, это такой тонкий-тонкий пластик. Мне понравилась расцветка, мне понравился рисунок, она такая веселенькая. И более того, я в этот раз купила для себя вот такую классную кружку. Внутри она такая голубая и тоже сочетается по цвету с этим ковриком. Как-то мне кажется, интересно вообще это смотрится. Более того, посмотрите, какая ручка у этой кружки. Обалдеть просто. Дальше две кружки. Муж купил себе черную, сыну он купил вот такую голубую, зелено-бирюзовую. Честно сказать, кружки я люблю часто обновлять, потому что они как-то быстро мне надоедают. И я люблю, чтобы у нас были всегда разные кружки. Причем эти стоили вообще очень-очень дешево, там меньше 100 рублей, по-моему. И поэтому мы купили вот себе каждую новую кружечку. Уберу пока те старые на время, потом достану как-то, знаете, чтобы так сменить обстановку, скажем так. Муж купил себе вспениватель для молока. Когда-то давно я уже показывала, что мы покупали такой вспениватель. И он у нас, кстати, есть и фунциклирует. Но когда муж увидел этот, сразу же его схватил, во-первых, он стоил 100 рублей, во-вторых, он сказал, что этот вспениватель из Икеи, он вообще самый-самый лучший, что он делает какую-то нереальную пену вообще просто. И прям кофе получается, вот видите, какой кофе, то есть такая пенка. И вот действительно, как на картинке, все так и получается, он мне рассказал. Поэтому он купил этот вспениватель, сказал, что будет теперь просто у нас кофе по утрам, нереально воздушный, красивый, вкусный. И еще я приобрела себе две баночки. Эту банку я планирую использовать как сахарницу. Она тут с резиночкой внутри и не будет попадать влага в сахар. То есть это удобно, в принципе, она, видите, легко открывается даже одной рукой. Это, наверное, легендарная баночка, ее знают все на таком прикольном замочке. Варенье, мед сейчас будет с орешками красиво сюда налить. Представьте, да, орехи и мед такой золотистый. Мне кажется, просто вообще вау, будет здорово смотреться. Вот, собственно, и все, что в этот раз мы купили в Икее. Я прям собой горжусь, вот реально. Я большая молодец, мы большие молодцы с мужем, что мы не нахапали лишнего. Хотя изначально в корзине было больше, чем мы донесли до кассы. Потому что мы пока шли, во-первых, что-то там обдумывали, передумывали и выкладывали. Во-вторых, мы на кассе уже там многое выложили. Короче, мы вообще с собой гордимся, мы большие молодцы. Купили самое главное, собственно, из-за чего я и хотела попасть в Икее. Это шторы. Ну, а все остальное, как бы, уже такое, в принципе, какие-то такие расходники, что-то там для кухни, что всегда нужно. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я прям буду очень-очень ждать, как вы ходите в Икею. Набираете ли вы лишнего? Жалеете ли вы потом об этом? Или у вас есть тоже какие-то свои такие способы не набрать ерунды, купить там только строго все по списку? А также напишите, из-за чего, собственно, вы всегда ездите в Икею. То есть, что вы покупаете 100%. Мы вот, например, всегда покупаем батарейки. Напишите, есть ли у вас какие-то такие товары, которые вы берете. Я надеюсь, это видео вам понравилось, так как я сама обожаю смотреть покупки из Икеи, находить для себя что-то интересное. Не забывайте подписываться на мой канал, не забывайте заходить в Инстаграм, а также в ВКонтакт. Ну, а мы с вами увидимся в следующем видео. Всем пока!